Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас быстренько сделаем обзорчик на ФЦМ-36 ПАК-40, который выложили на продажу в составе набора, который стоит 2.99, ну будем округлять, 3 баксом. Что вам за 3 бакса положили в наборчик? Положили сам ФЦМ, коллекционная ПТшка 3 левела, слот в ангаре, открытое все оборудование, ну сами понимаете, дешманское, поэтому не обращаем внимания. И вот дальше идут годные вещи. Это 25 бустерочков золота. Если вы, ребят, играете со средней статистикой 50% побед, 50% проигрыша, то играя на 10 левеле 25 бустеров вы обналичите приблизительно по 15 голды за 1 бустер. Потому что за проигрыш на 10 левеле будут вам давать 10, ну а если вы выиграете, то 20. Так вот, за победу 20, за проигрыш 10, соответственно, среднее 15, если 50-50 играть. Если правильно считать, то 25 бустеров при 50% побед это приблизительно 300, даже не приблизительно, а точно 375 золотых монет. Дальше у нас, ребятки, идет контейнер, контейнер французский, в котором может быть машинка. Я, конечно, понимаю, что вероятность крайне маленькая, меньше 1% выпадения какой-то из французских машин, но почему бы, как говорится, и нет. Плюс к тому, ребят, есть у нас 10% выпадения 100 голды, ну и дальше на уменьшение, понятное дело, но на увеличение суммы золота. Тут, понятное дело, будут бустеры, всякие сертификаты на свободку и так далее, но не в этом, ребят, ценность. Все-таки ценность в машинках, даже не в голде, я думаю, вы со мной согласитесь. В любом случае, спасибо большое за французский контейнер. 7 дней према, ребят, идет за 3 бакса. Камуфляж не считаю за какую-то супер-пупер ценность, он прикольный, симпатичный, но, честно говоря, я их особой ценностью не считаю. Да, такая классная переливайка, но, как говорится, ни о чем. И, ребятушки, есть x5 в количестве 10 штук, причем, ребят, на все машины, на любые. Поэтому, кому надо, я думаю, тоже вещица годная. Теперь давайте посчитаем в голде, что мы получаем. Если отбросить стоимость дней према, стоимость всего остального, что вам набросали, кроме самой, грубо говоря, голды в виде бустеров золота, то саму машинку для любителей перепродавать вы сможете продать, я бы сказал, в целом, ребят, не очень выгодно за 950 золота. Таким образом, ребят, получается, что вы получите на выхлопе, продавая данный аппарат, плюс обналичивая бустеры, всего ничего, 1325 золота. Но, ребят, давайте вернемся назад к предложению. Продав машинку, вы оставляете себе 1325 золота. И за оставшиеся деньги, грубо говоря, потраченные, вы получаете 7 дней према и x5 в количестве 10 штук, плюс слот в ангаре. Слот в ангаре, ребят, тоже денег стоит, поэтому я бы сказал так, кто любит перепродавать, я не люблю продавать машинки, мне грустно их продавать. Вот прям, серьезно, сердце прям разрывается, когда говорят о том, что продал машину, получил какой-то там кусочек золота. Я лучше золото пофармлю на каких-нибудь видосиках рекламных, ну, соответственно, лучше оставлю себе машинку на память. Один слот стоит 250 золота. Короче говоря, берем калькулятор в руки, ну и начинаем считать, чего мы на выхлопе получаем и что мы по факту экономим. В любом случае, если считать с полученным практически на халяву слотом в ангаре, получается, грубо говоря, полтора косаря голды. Практически косарь 600, ну а если отыграете с бустерочками лучше, чем 50%, соответственно, больше. Теперь, ребят, возвращаемся к самому ФЦМу. Что он собой представляет? Машинка, ну, я бы сказал, экстраординарная, но по большей части бестолковая. Почему? Ну, про то, что это картон, я даже говорить не буду, я думаю, вы сами это понимаете. Хотя, в целом, ну, чего ожидать на третьем левеле от ПТшки? Ну, явно не какой-то имбовой брони, правда? Теперь давайте заценим то, что действительно в машинке всегда можно заценить в ангаре плюс-минус годно. Потому что, как показала практика, не всегда, ребят, вот эти заявленные цифры, все, в частности, там, подвижность, броня и все остальное, даже то же самое время сведения и разброс, они не всегда являются таковыми в бою. И иногда вот такая вот страшная цифра в 422 по разбросу и в 3.8 по времени сведения в бою могут оказаться вполне себе годными цифрами. Но, а бывает такой момент, когда ты играешь на машинке и вроде бы цифры заявленные классные, а играется она просто-таки ужасно. Я недавно получил себе коллекционную десятку из снежного шара, вот обзорчик на аппарат, посмотрите и вы поймете, о чем я говорю, почему я говорю, что вот эти цифры все необходимо все-таки в боях заценивать, а не так, как делают именитые ютюберы, которые ставят в какой-то тренировочной комнате и что-то там пытаются показать. Бой все-таки оголяет полностью все больные места любого аппарата в данной игре. Итак, ребят, урон в минуту ДПМ 865, что это такое, посмотрим непосредственно в самой катке. Время перезарядки просто кощунственное, 12,5 секунд с учетом установленного оборудования, поэтому, ребят, ну как бы на скорострельность точно не рассчитывайте. Средняя бронепробиваемость 98 единиц, в целом для тройки абсолютно нормально, тут как бы ничего говорить не буду. И, ребят, урон 180 единиц за выстрел, именно поэтому такое время перезарядки. Но, согласитесь, так слишком редко откидывать на третьем левеле, это очень сложно. Там, в основном, встречаются машинки с пулеметиками всякими. Короче говоря, ребята очень скорострельные, которые быстрее будут вас разбирать, чем вы будете перезаряжаться и, соответственно, штормить их 180 единицами урона. Углы склонения посмотрим в бою. Ну а что такое 180 единиц урона на третьем левеле, когда ты сам весишь 450? Ну, короче говоря, ребят, грубо, конечно, будет сказано, за три шота можно себе подобного вынести. Но эти три шота необходимо, ребят, еще сделать, надо еще успеть перезарядиться. Ну а отрабатывать на дальних расстояниях, как на данной машинке, сейчас попробуем посмотреть. Как уже было показано в табличке характеристик по орудию, машинка в теории не должна обладать ни хорошим временем сведения, то есть я имею ввиду комфортным временем сведения, а оно явно должно вам мешать больше, чем помогать в бою, особенно на дальних расстояниях. И танчик, а точнее ПТшечка, явно не должна обладать точностью, потому что разброс в 0,422 это просто, ну не знаю, огромная цифра для третьего уровня, чтобы отрабатывать на дальних расстояниях. Ну что, поехали, попробуем посмотреть, что первое будем заценивать. Будем заценивать подвижность. На месте машинка, в принципе, ну я бы сказал, разворачивается, вопросов нет, а вот ехать на ней, ну просто-таки, ну не знаю, мука смертная, по-другому назвать не могу. Но вот, ребят, смотрите, все уже заехали, там уже все стреляют, уже происходит бой полным ходом, уже одного нашего практически вынесли, а мы все продолжаем тащиться. Мы едем и едем, и едем, и едем, и едем, и даже если я сейчас включу, включу ускорение, то вы абсолютно ничего не увидите. Нет здесь ускорения, ребят, просто нет. Я сейчас пока доеду, я больше чем уверен, что наших ребят там разберут, ну и, соответственно, приедут за мной. Ну а что мне, бедненькому, делать-то остается, кроме как пытаться подкатиться. Углы склонения, вот смотрите, вот они углы склонения, которых нет. Нет, хотя цифра заявленная, согласитесь, была, ну не прям уж страшная, но вроде бы, как-то оно должно было бы играться. Итак, наших троих ребят разобрали, четвертого сейчас явно доберут. Ехать к ним туда вообще никакого желания нет. На 86 я уже получил, сейчас ко мне потихоньку будут подтягиваться, а я все продолжаю перезаряжаться. И, ребят, я не знаю, честно говоря, как на ФЦМе нормально отыгрывать. Я пытался, честно, пытался обуздать данную машину. Обуздать почему? Не потому, что она обладает каким-то крайне суровым нравом. Нет, да потому, что на ней играть просто насколько скучно, настолько ужасно. Ты ощущаешь себя в бою, ты не то, что мальчик для битья, ты девочка какая-то, которую мальчики в школе, ну, просто-таки уничтожают морально, дергая за косички. Ты при этом же ничего сделать не можешь. Ну, то, что это картон, ребят, как вы видите, я говорил изначально. Нечего здесь рассчитывать на что-либо. Вообще, на что рассчитывать, я, честно говоря, не совсем понимаю. Я пытался на этом ФЦМе отыгрывать, ну, на разных позициях. Пытался куда-то добраться, куда-то доехать. И даже если я куда-то доезжаю, там одно из двух. Либо наших разобрали, либо наши разобрали красных. И ты, в принципе, ну, я бы сказал, абсолютно ни на что не годен. Сейчас досмотрим этот бой, соответственно, закатимся обязательно в следующую катку. Может, в следующей катке повезет больше. Но я, честно говоря, в этом крайне, крайне сильно сомневаюсь. Я считаю, что ФЦМ-чика можно приобретать себе, в целом, исключительно по двум причинам. Первая причина, это если вы, ну, такой, знаете, заядлый коллекционер, который действительно любит экзотику, который хочет собрать коллекцию танков. Ну, в общем, для чего-то такого, да. То есть, похвастаться своей коллекцией перед кем-то. Мол, вот смотрите, какое огромное количество премиумных и коллекционных машин, очень редких и никем не затребованных, я смог собрать себе в ангаре. Это первая причина для покупки. Вторая причина для покупки, это, безусловно, для того, чтобы эту машинку перепродать. Ну, и с учетом того состава набора, который вы увидели, то в целом, ребят, вы выйдете на, я бы сказал, стандартный показатель выгодности доната. Вот как-то так я бы это назвал. Я считаю выгодным тот донат, при котором вы, ребят, тратите 1 доллар на 1 косарь голды. Но, безусловно, эти предложения, в первую очередь, индивидуалки, которые выпадают не прям каждый день, да. То есть, здесь я, как бы, ничего говорить не буду, но факт остается фактом, такие предложения бывают. Есть предложения по типу копилок, которые сейчас есть в игре, во время новогодних праздников, периодически они тоже бывают. Там получается математика полторы тысячи за 2 косаря... Это, простите, полтора косаря голды за 2 бакса. Это то, что касается вот таких вот менее выгодных предложений, но все-таки очень выгодных. Ну и, в принципе, стандартный процесс донатика, это когда вы тратите приблизительно по, ну, грубо говоря, там, не знаю, 3 бакса за полтора косаря золота. Не могу сказать, что этот донат выгодный, но вот он какой есть, такой есть. И вот предложение с ФЦМом, с условием того, что вы его не оставите себе в коллекцию, а будете именно продавать, вот оно к нему и относится. Итак, смотрим, что касается стрельбы на дальних расстояниях, на выцеливаниях и так далее. Вот сейчас ждем, пока вот эти вот двое товарищей пойдут в прорыв. Побежал третьим, стреляем. Ну вот, видите, даже скорость полета снаряда такова, что на дальних расстояниях, в попытках засейвиться от противников, вы все равно толково отыгрывать не сможете. Ну, вот не сможете и не сможете, и не сможете вы не попасть в кого-нибудь нормально с таким разбросом. Потому что, вот обратите внимание, в разброс танк противника, он, ну, попадает, причем с очень большим остатком. Соответственно, получается, что вы, ну, в целом не способны нормально прицелиться в конкретную точку в противнике для того, чтобы куда-то конкретно попасть. С каким опережением стрелять? Ну, тут, понятное дело, необходимо привыкать. Но привыкать к чему? К тому, что ты просто надеешься на то, что соперники, ну, забудут о тебе, будут отвлечены на кого-то. Ну, вот, вот она точность, очень сильно повезло сейчас. Вот, ребят, честно повезло. 7 секунд осталось, 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Это для того, чтобы, ребят, сделать еще один выстрел. Да, я его вынес, но мне крайне сильно фортануло. И вот я опять в процессе перезарядки. Да какая там перезарядка? За 4 секунды мои оставшиеся запасы ХП сейчас, ну, заберут и все. Я не успел выстрелить, понимаете, о чем я говорю? То есть я сделал единственный фраг от всей команды только потому, что мне в данном случае конкретно очень сильно фортануло. Короче говоря, ребят, что могу сказать от себя? ФЦМ машинка коллекционная и не более того. И эта машина не нагибает, не фармит. Она не делает в бою вообще ничего. Это просто, ну, я не знаю, знаете, брелок такой, который ты не будешь никогда носить на своих ключах и можешь просто положить у себя в шухлядку своего письменного стола, либо повесить у себя где-нибудь в квартире, в комнате, ну, вот просто чтобы он был. Понимаете? То есть он абсолютно бестолковый, он абсолютно ни о чем и рассказывать о нем, в принципе, ребят, нечего. Если вы обладаете этой машинкой, если вы со мной не согласны, если вы имеете другое мнение по поводу данного аппарата, обязательно пишите в комментариях. Ну и напишите, готовы ли вы приобрести, если вы донатите в игру, то готовы ли вы приобрести данное предложение и считаете ли целесообразным приобретать его исключительно ради того, чтобы перевести это все дело в голдишку. Ребят, если вы за честные обзоры, а я попытался быть максимально честным, ничего не приукрашал и не собираюсь этого делать никогда, подписывайтесь на мой канал, буду вам безумно за это благодарен, вы поможете развиваться моей мечте, а именно каналу, на котором будут исключительно честные обзоры на технику, на товары в магазине. Никогда не собираюсь никого обманывать и собираюсь показывать все действительно таким, какой он есть на самом деле. Танки руками среднестатистического игрока с процентом побед в районе 50-55%, то есть не с киловика. Ну и, соответственно, товары в магазине такими, какие они есть, где никто ничего не платит, соответственно, я не собираюсь никому ничего продавать и рекламировать. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.